Правильное очищение и непродолжительное голодание. Сама очищающая процедура совмещена с коротким голоданием и состоит из двух этапов. Итак, первый этап. Процедура приема магнезии. А это сильное слабительное, кто не знал. Итак, вам необходима дозировка самого порошка магнезии за расчет 1 грамм на 1 килограмм вашего тела. То есть, если вы весите, скажем, 80 килограмм, то вам нужно 80 или 100 грамм на одну для одной процедуры. Больше можно, но не более чем плюс половина от рекомендованного. То есть, до 1,5 граммов на 1 килограмм массы тела. И не в первый раз, не в первую свою процедуру за один прием. Итак, разведите кристаллы теплой или горячей водой в полстакане. Или можно в стакане. И пейте. Да, это противно. Но на мой личный взгляд и вкусное ощущение гораздо противнее касторка, нежели магнезия. Тем более, касторку можно применять вместо магнезии только тем, у кого точно нет проблем с поджелудочной железой, так как это все-таки масло. А дозировка та же. 1 грамм на 1 килограмм массы тела в день, если вы захотите применять касторку. Кому-то магнезию проще выпить залпом, а кому-то пить глотками и запивать водой. Можно и так, и так. А, кстати, кому-то касторку проще потреблять, запивая водой с лимоном. Можно и так. Итак, выпили. Теперь в течение получаса, часа вас должно пронести. Будут позывы в туалет, но за это время вы должны выпить 2, 3 и даже 4 стакана теплой воды. Пейте постоянно, равномерно, понемногу, по глотку 2 за минуту. Если более часа, полутора нет позывов в туалет, а такое, хотя и крайне редко, но все же бывает, то примите полдозы еще дополнительно. То есть 0,5 грамм на 1 килограмм массы тела в магнезе тем же способом, и это произойдет тогда уже точно на 100%. Итак, позывы пошли на унитаз, и таких позывов будет 3-5 в течение получаса, а потом они прекратятся. Так должно быть. После каждого похода в туалет выпивайте по треть стакана воды, можно уже немного. И не нужно уже сильно теплой, а лучше водородной воды. А как прекратятся позывы, приступайте ко второй части программы, к процедуре под названием «Очищение толстого кишечника с помощью кружки эсмарха». Итак, второй этап. Сама процедура с кружкой эсмарха – очищение части толстого кишечника. Подготовка. Вы должны всегда иметь в домашней аптеке и в хозяйстве магнезию, английскую соль. А в аптеках она всегда есть в пакетике по 10-15 граммов. Или аналоги – натуральное кастровое масло. Оно добывается из семян клещевины. Или траву, сену или специальные слабительные сборы. А также должны иметь соль, лучше каменную, но можно и поваренную в крайнем случае. И соду, конечно, желательно химически чистую. Вот это все, что вам необходимо. Если есть показания начать процедуру немедленно, а это, например, высокая температура, ну, как следствие, при токсикозах, при обычных простудных или вирусных инфекциях, желание отвратить себя от булемии, например, в процессе прохождения антипаразитарных программ, что разумно, или перед процедурами гидроколонотерапии, или до различных исследований вроде колоноскопии, или если вы хотите избавиться, скажем, от сахарного диабета второго типа и других болезней неправильного питания, но вы слабы морально в плане питания, и вам трудно взять себя в руки и лишь силой воли изменить питание, тогда воспользуйтесь этой методикой, которая поможет вам на несколько дней прекратить питание без моральных и физических мук в желании съесть что-то. То приготовьте кружку эсмарха, кастрюлю с двумя литрами воды или 1,4 литра воды и 600 мл свежеотжатого свекольного сока. Одну столовую ложку сверху каменной или поваренной соли и одну столовую ложку без верха соды. Соду лучше брать химически чистую. Берите кастрюлю, эмалированную или из нержавеющей стали, залейте туда воду после обратного осмоса или вскипятите обычную из-под крана, но без хлорки, то есть вскипятите, отстоять. Остудите воду, охладите ее или нагрейте. Если вода из осмоса или дистиллированная, то есть если она холодная, до 39 градусов. Если у вас очень высокая температура тела, и вы болеете, например, 39, то нагрейте воду до 40 градусов, то есть всегда на полградуса или на один выше той, какая у вас есть при болезни. Если у вас температура в норме, ну 36,6, то готовьте воду с температурой 38-39 градусов. Засыпьте ложку соли с горкой, залейте гашеную соду в эту же кастрюлю, все перемешайте, проверьте хорошенько температуру жидкости, предварительно размешав ложкой градусником, и можете проводить саму процедуру. Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа, но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами, а значит снимает сухость слизистой, и перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос и горло, давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео, ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Не переживайте за то, что воды вы много пили после или в процессе принятия магнезии и много ведете в себя еще и через кружку эсмарха. Если у вас нет серьезных заболеваний почек, то это можно любому. Детям, конечно же, в меньшем количестве, но не в пропорции компонентов состава к объему воды, но к массе тела ребенка от массы тела среднего взрослого человека. То есть, скажем, не 2 литра, а литр. А если ребенок совсем маленький, то 700-600 грамм. Соленая вода не будет всасываться в кровь через кишечник, а напротив, из кишечника в его просвет, по закону градиента, будут поступать токсичные воды из стенок кишечника и растворятся густые соединения, отложения из стенок кишечника. Потом эти токсичные воды вы отдадите природе на переработку. Не переживайте и за то, что можете вымыть, как бы смыть кишечную микрофлору. Это все не так. Они, то есть наши родные симбиотические бактерии, остаются в достаточном количестве, чтобы быстро размножиться на правильной еде. Только выходите на правильное разумное питание плавно после вот этой программы очищения. Но этот период, выход сам, я опишу подробно далее. А пока вы, если готовы, то приступайте ко второму этапу процедуры. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то, по крайней мере, будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео. Ведь большое количество комментариев продвигает ролик в Ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. Процедура с кружкой эсмарха. Нужно подвесить, скажем, в ванной на крючок кружку эсмарха, в которую предварительно надо налить приготовленный вышеописанный мною раствор. Все 2 литра. Смажьте трубку на конце резинового шланга кокосовым или иным маслом и ведите в прямую кишку конец трубки шланга. Это нужно делать на полу, лежа, на боку, подстелив коврик для удобства и от холода. Если поток раствора будет сильный и вам будет очень неприятно и будут сильные позывы в туалет, то либо зажмите шланг и тем самым вы уменьшите поток, напор. Или опустите ниже саму кружку эсмарха. Ну а родной человек, близкий вам может в этом помочь. Самому это делать не всегда удобно. Снизить преждевременные позывы можно, сжавшись в позу эмбриона и на несколько секунд при этом пережав поток перегибом шланга. Затем продолжайте далее и впустив в себя в итоге всю жидкость, подождите минут 10. Это может быть сначала, с первого раза сложно. Тогда уже сколько вы терпите хотя бы так. И на унитаз. Позывов будет несколько. Обычно через 3-4 таких посещения туалета позывы должны прекратиться. Попейте воды, желательно теплой, можно и лучше водородной, или с лимоном. Пейте плавно, равномерно и немного за один раз. Пейте сразу после первого позыва, а всего 2-3 стакана. Ну, если у вас, как я уже говорил, не больные почки, нет противопоказаний к большому количеству воды. После данной двухступенчатой процедуры, когда применению кружки эсморха предшествует применение магнезии, повышенная температура, если она есть была, должна пройти. Если не проходит и через час, то проведите повторную процедуру, уже без магнезии, а только с кружкой эсморха. И тогда обязательно температура пройдет, снизится до нормальной, так бывает всегда. После каскада таких процедур комплексного очищения кишечника, если их начать, скажем, в 16.00, есть не будет хотеться до следующего дня даже обжором. Те, кто хочет избавиться от булемии и легко изменить питание, не через муки, тогда нужно повторить данные процедуры и на следующий, то есть на второй день, и на третий. На третий можно уже без первого этапа, то есть без магнезии, а обойтись только кружкой эсморха. Великолепно было бы перейти именно с третьего дня на процедуры гидроколонотерапии, когда за 7-8 сеансов, то есть дней, очищается весь толстый кишечник, чего не достичь, используя только кружку эсморха. Такие процедуры проводят в клиниках, и пациенты часто бывают в шоке, что же из них выходит даже на пятый и шестой дни процедур голодания. А в эти дни ничего есть, конечно же, нельзя. Уже с третьего дня от начала процедуры, а у кого-то и со второго есть не будет хотеться вовсе, даже если вы весите 150 килограмм и ели ранее ведрами. Если вы это почувствуете, а вы обязательно это почувствуете, ну, пользуйтесь данной возможностью. Не ешьте эти 2-3 дня, а лучше 5-6, и переходите на гидроколонотерапию, у кого есть такая возможность. Это будет несложно и очень полезно по многим причинам. Помните, что есть и те люди, которые с легкостью не едят 30-40 дней даже. При этом работают. Я знал одну женщину, которая, имея онкологию, применяя лечебное комплексное голодание, работая на трех работах, голодала 40 дней и чувствовала себя хорошо. Но такие подвиги вам не нужны. Я вам привел этот пример, но вернее тем привел, кто боится голодать всего 5-6 дней или 10. Помните, эти 10 дней это еще вовсе не голодание, это одно название. А если у вас имеются 30-100 килограмм жира, если у вас отпирает вперед живот, есть свисающие бока и складки, так это просто вам жизненно необходимо. И это шанс для вас еще и начать новую жизнь, не возвращаться больше к блюдомании и к болезням, исходящим от нее. Но после выхода из голодания надо не жить ради еды уже, а есть ради жизни. Но тогда и вкусовые пристрастия, привычки поменяются. Сейчас вы это пока не можете представить, но это будет и есть так у всех. А магнезия и эти процедуры как бы отвращают от еды. Но вспомните, те дни, когда вы серьезно болели когда-то. Ведь когда человек болеет, лежит в лихорадке с высокой температурой, ему и есть-то не хочется. Ведь это защитная реакция организма от попадания дополнительного количества токсинов. Организму в этот момент не до чего. Он должен все силы свои употребить на очищение организма от тех токсичных веществ, соединений, продуктов метаболизма, которые и приводят к повышению температуры. А повышение температуры есть лакмус, есть показатель какого-то воспалительного процесса в организме. Поэтому после данных процедур вам будет проще перейти на естественную человеческую пищу ради себя же, ради будущей долгой, более долгой и качественной жизни, чем если бы вы остались на прежнем питании. Если при голодании на воде будет слабость, упадок сил, тогда можно пить воду с медом, но не более двух чайных ложек в день, рассасывая его до пяти раз в день, равномерно и запивая водой. Травяные, общеукрепляющие сборы, если вы считаете нужным, можно применять так же, но я советую не ранее третьего-пятого дня от начала первых процедур с магнезией. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил, в той или иной связи, или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах, приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране, поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России, у вас наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.